Есть какие-то отрасли, где за последнее время у продуктов значительно выросло количество этих требований безопасности? Хакер, исследователь, попробовал получить доступ через API этого сервера к кормушкам. Если у вас большая кодовая база на C++, с этим тоже можно жить. Есть специалисты, девопс и девсекопс специалисты, но на деле это специалисты, которые двигают внутри какой-то организации целый процесс, целый подход, методологию, майнсет. Каждый с каждым начинает взаимодействовать на разных этапах и улучшать систему в целом. В таких вещах, как анализ кода, к сожалению, машине, особенно если она недетерминированно ведет, доверять сложнее, чем человеку. Привет! Здесь мы говорим об IT-разработке, ее качестве и разбираем на реальных примерах. Меня зовут Евгений. Я продуктовый инженер компании Simbersoft. Итак, мы возвращаемся к нашей беседе с Сергеем Рогачевым. Сергей, а как на самом раннем этапе заложить наиболее безопасную архитектуру? Какие подходы существуют? Подходы везде примерно одинаковые. Надо начать с требований. Как в обычном цикле разработки есть анализ требований, с точки зрения безопасного цикла разработки тоже надо проанализировать требования. Если мы, например, разрабатываем какую-то систему по продаже квартир, мы садимся и думаем, что в этой системе должно быть эдакого, как она должна себя вести, что мы бы хотели, чтобы пользователь мог с помощью нее делать. С требованиями к безопасности также очень похоже. Мы пытаемся понять, в каких условиях система функционирует и что с ней может произойти, что негативного может произойти. В рамках такого Secure by Design подхода, как наш киберуммунитет, киберуммунные методологи разработки, мы формулируем цели безопасности. Это достаточно общее требование к системе с точки зрения безопасности. Каким критериям она должна удовлетворять? Вот мы перечисляем, формулируем эти требования. А без требований нет никакой безопасности. Все системы, они совершенно по-разному функционируют в разных условиях. Вот мы под наши условия их формулируем. И также есть некоторые допущения, предположения безопасности. Допущения – это такие моменты, которые мы указываем о среде, в которой система функционирует. Ну, например, не знаю, видно ли там на заднем плане устройство, которое у нас установлено. Здесь несколько устройств на базе Касперской ОС есть. И у некоторых из них есть определенные ограничения, например, в эксплуатации. В одних условиях они безопасны абсолютно, с высокой гарантией безопасности, с высоким уровнем. А в других условиях, будучи установленными, они, например, пока не могут предоставить каких-то гарантий. И так можно сказать о чем угодно. То есть, мобильный телефон, которым мы пользуемся, если он попадает в руки злоумышленникам, появляется очень много способов воздействия. Например, просто вытащить сим-карту и использовать в другом телефоне, если пин-кода не стоит. У многих не стоит. То есть, это разные условия. И вот такие допущения тоже надо формулировать. Когда требования сформулированы, можно уже подумать о том, как эти требования удовлетворить. Как в обычном цикле разработки мы дальше начинаем думать над дизайном. В безопасном цикле разработки мы начинаем думать над моделью угроз. Угроз, как на эту систему можно повлиять, что с ней можно сделать в рамках тех требований, что негативного можно сделать в рамках тех требований, которые мы предъявляем. Происходит моделирование угроз, выписываются типовые угрозы, от которых мы хотим защищаться. И уже враг нам известен. Мы знаем, с кем бороться, с чем бороться. И дальше результат этого моделирования мы получаем список угроз, которые мы должны митигировать. Дальше архитектор начинает работать над тем, чтобы спроектировать систему ровно так, чтобы большинство или все эти угрозы невозможно было реализовать. Например, мы подумаем о какой-то там абстрактной системе, например, о форуме, интернет-форуме или чем-то подобном, о социальной сети. Мы бы хотели, чтобы произвольный пользователь не мог взять и прочитать информацию о чьем-то там однокласснике, например, ВКонтакте какой-нибудь возьмем или что-нибудь подобное. Мы хотим сделать так, чтобы пользователь не мог прочитать информацию о чьем-то однокласснике, если он с ним в определенных связях не состоит, социальных. И тут сразу возникает какое-то количество решений, как мы это можем сделать. То есть хранить какие-то признаки о том, в каких они связях состоят, какие-то проверки добавить в систему. При этом мы должны правильно идентифицировать пользователя, то есть чтобы какой-то произвольный человек под чужим именем не зашел. То есть тут возникает уже механизм аутентификации. И постепенно, постепенно вот эти требования и модель угроз, они вырастают, из них вырастает архитектура. Какие-то архитектурные решения, принципы, которые в итоге будут применены в системе. Но дальше уже идет типовая реализация, типовая проверка, тестирование, верификация того, что все действительно так, как мы запланировали. Ну и диплоймент, использование, оп-саппорт и так далее. Вот то, что касается требований, есть какие-то отрасли, где за последнее время у продуктов значительно выросло количество этих требований безопасности самых разных? Конечно. Какие-то можно выделить отдельно? Я, наверное, достаточно очевидный, могу моменты назвать. Ну, IoT и вообще все, что такие маленькие девайсы, которые нас окружают. Мы чаще и чаще начинаем пользоваться какими-то простыми достаточно устройствами, в которых раньше не было подключения к сети, например. Или которые раньше не имели доступ к каким-то чувствительным данным. Пример фитнес-трекер, часы какие-то, которые стоят копейки, их все носят ими пользуются, достаточно удобно. Они постоянно с нами, они постоянно подключены к сети. Конечно, не напрямую, там есть хоп, да, они сначала по Bluetooth, Low Energy идут в телефон, а потом телефон уже подключен к глобальной сети. Но тем не менее, то есть можно каким-то образом построить путь, по которому можно прийти к этому устройству и получить из него данные или какие-то данные на него, наоборот, вывести, некорректные. Ну, здесь не такая страшная история с каким-то фитнес-трекером. Например, есть и моменты, связанные с сети. Несколько лет назад пример такого тоже умного устройства, его можно к IoT отнести или к умному дому, это умная кормушка для животных. Я не помню, какая компания это была, ну, какая-то популярная китайская компания, которая эти кормушки делает. Она подключена к сети постоянно, и можно там каким-то образом удаленно управлять кормежкой, можно какие-то настройки вводить и так далее. Ну, вот интересно то, что, казалось бы, какая там безопасность? Ну, кормушка, что с ней можно сделать? Она же не взорвется, там ничего плохого с ней не произойдет. Данные никакие не украсть. Но оказалось все достаточно печально. Ключ, с помощью которого авторизовывались на сервере управления этими кормушками, он был зашит прямо в Android-приложение. У всех был одинаковый. То есть мы устанавливаем приложение, с которого управляем, и из него можно извлечь этот ключ. И хакер-исследователь попробовал получить доступ через API этого сервера к кормушкам и смог контролировать все кормушки, которые были подключены. А это значит уже как минимум, что можно отключить кормежку питомца. Кто-то уехал на неделю куда-нибудь отдыхать, приезжает, а с питомцем уже, может быть, не все так хорошо. То есть это вот IoT-устройство, устройство умного дома, которое некоторое время назад не имели никакого подключения к сети, а сейчас имеет. Ну и плюс это различные устройства на заводах, на различных подстанциях, не знаю, на транспорте еще где-то. Там, где очень... Раньше это не было достаточно серьезно автоматизировано. Сейчас автоматизация туда постепенно приходит. появляется необходимость следить за каким-то датчиками, собирать много данных о, например, производстве каком-то. И это позволяет в том числе уменьшить стоимость производства, если там за ним хорошо понаблюдать, сделать какие-то выводы. И многие устанавливают датчики себе и системы сбора информации, какие-то гейтвеи, шлюзы, через которые потом в облако летают данные. Эти данные достаточно важны. Их не хотелось бы показывать кому не попадя. Плюс, если появляется какой-то канал наружу, почему и не канал внутрь, да? Это значит, что злоумышленник может каким-то образом пробраться на территорию какого-нибудь большого предприятия и, например, повлиять на работу производства. И тут уже тоже нужны свои средства безопасности, в том числе аппаратные. Я, насколько помню, на устройствах все-таки используются в основном низкоуровневые языки, там CC++. А какие основные сейчас проблемы с безопасностью на этих низкоуровневых языках? Основные сейчас. Проблем всегда было достаточно много. И это особенности самих языков CC++ и подобных языков. Дело в том, что просто из-за их истории CC++ должен был сохранять совместимость с языком C. Сейчас они немножко разошлись, но совместимость всегда была достаточно важной историей для CC++. ОСИ зародился на машине PDP-11, а до этого на 7-й PDP Deck Computers. И когда этот язык появился, его создали достаточно быстро. И сделали его не консорциумы большие, а простые ребята. Денис Ричи, Кен Томпсон и несколько других товарищей, которые разрабатывали Unix. И история в том, что это был удобный инструмент, который в те годы хорошо работал. Он был более высокого уровня абстракции, чем Assembler. На нем можно было писать переносимый код. Но при этом он был достаточно низкоуровневый, чтобы писать эффективно, вручную управлять памятью. Можно использовать указатели на произвольный участок памяти, создать, например, легко написать драйвер, написать какой-нибудь порт или там memory map, IOS сделать. Это было удобно. Поэтому в языке появилось много таких низкоуровневых моментов, которые мешают. Ну, например, ручное управление памятью. Мы из кучи должны выделить память и потом должны освободить память, ту же самую, которую выделили. Не забыть об этом сделать. Не забыть этого сделать. И если мы на два раза освободим, то это может привести к уязвимости и проблемам. Если мы не освободим, это придет к утечке. Если мы освободим, но переиспользуем указатель на освобожденный участок памяти, это может привести как к губаге в нашей программе, так и к уязвимости. Потому что useAutoFree – это очень хорошо эксплуатируемая уязвимость. Есть и другие проблемы в языке. То есть язык EC и C++ по умолчанию, если мы не говорим в C++ про его продвинутые возможности, то по умолчанию, вот, например, в массивах, нет контроля за выходом, за его пределы. Это ведет к уязвимости переполнения буфера. Переполнение буфера, да, как оно эксплуатируется. То есть можно действительно залить за конец буфера данных каких-то, превысить его диапазон значений, и туда положить shellcode. И так как у нас часто буферы лежат на стеке, мы можем в том числе переписать адрес возврата, прыгнуть на этот shellcode, когда будет из функции происходить возврат. Ну и дальше этот shellcode может что-то нехорошее в нашей системе сделать. Понятно, что сейчас разные митигации есть, я про это потом расскажу. Но вот язык сам по себе так устроен. Он и дает много возможностей, и о многом приходится помнить, чтобы себе в ногу не выстроить, не навредить. Есть еще такие вещи, как undefined behavior, unspecified behavior, implementation defined behavior. Это тоже особенности языков C и C++, которые в том числе влияют на безопасность. И приходится использовать достаточно сложный тулинг для того, чтобы с этим бороться. Я, наверное, сейчас страшную вещь скажу, но если достаточно высокоуровневый проект планируется делать с нуля, я бы, наверное, рассматривал какие-то более управляемые языки программирования. Понятное дело, что и в C++ есть хорошие возможности, которые позволяют писать безопасно. И тулинг есть. Но я бы рассматривал, например, более современные языки или с управляемой моделью памяти. Там C-sharp и подобные языки. Или Rust. Или, может быть, что-то еще. То есть типы безопасные, но и с хорошей моделью памяти, достаточно продвинутой. В таком случае можно будет написать что-то более безопасное и избавиться от проблем прошлого. Но если у вас большая кодовая база на C++, с этим тоже можно жить. У нас тоже большая база кодовая на C++. Мы этот язык любим. Рекомендации такие рискованные. Навлечь на себя гнев адептов низкоуровневых языков. Сергей, про инструменты статического и динамического анализа кода. Как с их помощью можно достичь оптимальной безопасности? Я говорил уже про повышение доверия. Инструменты статического и динамического анализа это, по сути, те вещи, которые позволяют нам поднять уровень доверия к каким-то нашим компонентам. Статические анализаторы. Начнем с них. Обычно это некоторые средства, которые анализируют код исходный на каком-то языке. В данном случае нас интересует C++. И пытается в нем именно на уровне кода, на уровне его абстрактного синтаксического дерева, контрол-флоу-графа и других промежуточных представлений понять, есть ли в нем какие-то уязвимости или баги, или проблемы. Понятное дело, что на уровне статического анализа не всегда хватает информации, которая есть только в рантайме, для того, чтобы вычислить все проблемы. Но здесь и не стоит цель все проблемы вычислить, а только некоторые из них. И вот статические анализаторы, они могут находить какие-то типовые вещи. Где-то это нарушение, например, правил undefined behavior, но они тоже не везде. Где-то могут по интерди-референс увидеть, увидеть выход за пределы массива, если в статике можно понять, что индекс, например, действительно выходит, и там не нужны никакие рантайм-данные, и так далее, и тому подобное. То есть таких кейсов очень много, которые статические анализаторы могут находить. Мало того, есть различные... Они с АСТ подходами называются статико-аппликейшн-секьюрити-тест, в том числе есть анализаторы, которые именно на секьюрити направлены. То есть они по коду, они его как whitebox рассматривают, хорошо знают, как он внутри устроен, могут пытаться находить какие-то моменты, связанные с секьюрити. Но по большей части, наверное, если в проекте не используется вообще никакого статического анализатора, самое первое дело, что надо сделать, это начать просто с обычного статического анализа на баге. Есть много открытых статических анализаторов, и есть вполне неплохие, например, Clank Analyzer. Мы его в том числе пытались использовать в своем проекте. Есть статические анализаторы, которые можно купить за деньги, например, там PWS Studio достаточно неплохой, Sways, институтом системного программирования RUN разрабатываемый. Есть достаточно дорогие и крутые анализаторы. Это Coverity. Правда, Coverity и некоторые другие можно использовать на open-source проектах бесплатно. То есть набор инструментов достаточно широкий, и каждый может по своему желанию кошельку выбрать. Это, мне кажется, в любом проекте, написанном на таком трудноуправляемом языке с моделью памяти, похожей на CAC++. Это обязательная история. Динамический анализ — это история про то, как уже в рантайме, когда исполняется код, понять, что в нем есть какие-то баги или, может быть, даже уязвимости. Как это обычно делается? Часто это достигается с помощью инструментации. Есть такая история, как санитайзеры, адрес-санитайзер, сред-санитайзер, их там очень много разных. И обычно компилятор в данной ситуации инструментирует код так, чтобы в процессе исполнения он мог какие-то данные его исполнения получать. И на основе этих данных строить какие-то выводы. Ну, например, адрес-санитайзер каждую операцию записи чтения в память инструментирует так, чтобы в момент, когда чтение записи происходит, он мог сходить в специальный кусочек кода, программа могла сходить, который проанализирует карту, специальную shadow memory region, и поймет, можно ли в этот кусочек памяти писать или читать, или нельзя. Там, да, есть накладные расходы, например, на хранение этой карты. И с помощью shadow memory этого региона можно, например, отлавливать такие уязвимости, как, или там баги, как чтение и запись за пределы массива, чтение и запись за пределы региона савоцированного памяти. Там различные другие проблемы, связанные так или иначе с неправильным использованием указателей или управлением памяти. Есть, в том числе, динамические средства анализа безопасности, так называемые DAST-решения. Есть, в том числе, специальные средства, которые мы у себя разрабатываем. Вот у нас есть такая история, как PAL policy assertion language. Это специальный язык в рамках проекта Касперского используемой для того, чтобы описывать тесты для политик безопасности. То есть у нас есть какие-то компоненты в системе, которые взаимодействуют друг с другом по ссылкой сообщений. И монитор безопасности обычно может инспектировать содержимое этих сообщений на основе данных в этих сообщениях и некоторой политикой безопасности выносить вердикт, можно ли компоненту общаться в данном случае, в данный конкретный момент, или нельзя с другим. И понятное дело, что политика безопасности это тоже отдельная история, которую надо разрабатывать, ее надо тестировать. И у нас это security as a code, то есть политика пишется на специальном языке программирования. И как это протестировать без всего остального кода на C++ вокруг, который написан. Политика у каждого проекта индивидуальная. Да. И чтобы эту политику проверить, вот как раз можно писать тесты на специальном языке. Или генерировать. Это тоже вот динамическое средство, которое позволяет много тестов и корнер-кейсов разных провернуть и понять, что, например, политика корректно работает. Возвращаясь к CC++, есть динамические средства, в том числе анализа на какие-то паттерны, связанные с безопасностью. В рамках нашего проекта мы пока не используем подобные средства, но в рамках большого R&D и в компании очень широко распространены средства и статического анализа, и сбора различных метрик, которые в том числе здоровье проекта могут померить, насколько качественная архитектура, какая связность, какое покрытие. Это достаточно серьезные инструменты, и у нас есть хорошие дэшборды, которые позволяют это себе видеть, все эти характеристики. Ну, наверное, это все. Можно к каким-то средствам динамического анализа, в том числе файзинг, отнести, но это уже какая-то отдельная сфера, о которой надо отдельно говорить. Какие еще инструменты существуют для обеспечения безопасности кода? Какие можно примеры привести? Полиады, инструментов их очень много. Про файзинг я уже говорил. То есть это история про то, как попытаться в какой-то интерфейс, ручку, через которую мы компонентом пытаемся управлять, туда подавать разные данные и смотреть, как на это будет компонент, реагировать, не выпадет ли он. Есть очень много разных средств файзинг-тестирования, как совершенно случайные, так и генеративно-мутационные, которые умным образом пытаются менять данные. Это достаточно популярная история. Она в том числе про то, как надо хорошо покрыть, как увеличить покрытие, причем не просто циферка, чтобы изменилась, качественно и увеличить покрытие какого-то кода, написанного на C++. Но не только файзинг, для многих языков существует. Также есть средства, которые анализируют проект просто на соответствие каким-то нормам, может быть, соглашениям. Это различные линтеры, которые могут сказать, например, насколько у вас код качественно оформлен, насколько в нем хорошо или правильно обрабатываются ошибки и так далее. Есть средства продвинутого статического анализа и формальной верификации. Например, для дедуктивной верификации используется такое средство, как форама C. К сожалению, для C++ он недоступен только для C. Ну или для какого-то подможества C++, которое похоже на C. Это средство, которое позволяет писать аннотации прямо в коде, в комментариях. Эти аннотации позволяют задавать при постусловии инварианты циклов и некоторые другие формулы. Можно писать в ЛТЛ логике, там линейно-темпоральное. И в итоге средство формальной верификации попытается доказать, показать, выполняются ли эти инварианты или не выполняются, выполняются ли эти предусловия и постусловия или не выполняются. Это очень мощная история, которая позволяет добиться в том числе 100% убежденности, что код работает именно так, как мы спецификации написали. По сути, эти аннотации являются спецификацией. Но это очень сложно по трудозатратам. То есть нужно достаточно много продвинутых крутых людей, математиков, ну, как минимум, от логики хорошо понимающих, которые могут с этим работать. И при этом понимают программирование, понимают код. Вот это довольно серьезные, крутые специалисты. У нас такие специалисты есть в отделе. В том числе задачами формальной верификации мы занимаемся. Есть различные средства анализа и трансформация кода по описанию, по некоторому скрипту. Это средство Кошинель. Довольно популярное, которое использовалось в том числе на ядре Linux. И много абсолютно других средств. Можно перечислять постоянно, там, эти без конца статические, динамические средства. Мы еще тут можем целый час их перечислять. Сергей, вот ты говорил, что при разработке своей системы вы используете куски кода сторонних разработчиков. Вообще, как ты считаешь, насколько безопасны опенсорсные решения, насколько их можно использовать, и как можно обезопаситься, какие там требования и критерии, допустим, к ним можно предъявлять? Ну, мы не везде используем сторонний код. В доверенной части, вот особенно в микроэдре, стороннего кода практически нет. Ну, там, может быть, за какими-то небольшими исключениями, вроде там каких-то хидеров, для описания бинарных форматов, эльф, например. Вот. То есть там стороннего кода, можно сказать, что и нет. Там, где мы используем, это обычно средний уровень, это какие-то библиотеки, например, Qt, да, используется, или Boost, или какие-то еще библиотеки. В сервисе виртуальной файловой системы у нас используется заимствованный код. Это код над BSD проекта, такая операционная система в BSD стиле. Там сетевой стек, файловые системы, в том числе, портированы оттуда. Когда говорим про безопасность open-source, тут двоякая ситуация. С одной стороны, open-source, это значит, что на этот код постоянно смотрят много глаз, в том числе различных security специалистов, и они могут выполнять ревью и видеть какие-то уязвимости, исправлять их. И так обычно это и происходит. С другой стороны, если посмотреть на такой проект, как GNU Linux, на такой большой проект, можно видеть кризис некоторый в разработке. С каждым годом все сложнее и сложнее уделять достаточно времени коду, который туда попадает. Если мы посмотрим на то, как вообще происходит разработка, она достаточно архаически выглядит. Сейчас патчи посылают в мейлинг-листы, их смотрит мейнтейнер, их смотрят какие-то люди, связанные с какой-то подсистемой. Они голосуют за то, чтобы изменение было принято или не принято. И дальше это измерение проходит несколько стадий, можно так сказать, CI, хотя это не так давно условно появилось, и не все далеко проверяется. Проверяются различные конфигурации, что они хотя бы просто собираются. И потом люди, посмотрев глазами свои мейнтейнеры, они это все передают дальше и дальше, в своих ветках держат. И потом условный Грег Крохартман или Ленус Торвальдс такой смотрит, считает, что это надо брать изменить. Нет, не надо. Ну, я там сильно упростил. Дело в том, что на каждой стадии вот этого процесса нет полноценного контроля за тем, что не привнесли уязвимости, или за тем, что просто какие-то баги не существуют, которые приводят к уязвимостям. И мы видим, сколько CVE появляется, сколько уязвимостей находят в ядре Линукса или в других опенсорсных проектах. Из-за их объемов просто недостаточно людей бывает глаз для того, чтобы все это просмотреть. Автоматизированные средства широко не используются. Да, в этом задействованы большие компании, которые разрабатывают продукты. Их не разрабатывают исключительно энтузиасты. Там в том числе большие компании лоббируют какие-то свои решения. То есть есть свои плюсы и минусы опенсорса. Как с этим бороться? Это достаточно сложная история. И не всегда понятно, как ответить на этот вопрос. Есть и появляются средства автоматизированного анализа кода, который из опенсорса может попасть в проект. Хороший совет заключается в том, чтобы напрямую не тянуть это с гитхаба или с какого-то пакетж-менеджера, а использовать свое собственное зеркало пакетов, которому мы какую-то уверенность можем чувствовать по отношению к нему. То есть мы делаем зеркало, и в этом зеркале каждую версию, когда обновляем, должны как-то проверить. Ну, тут уже вопрос аудита кода. Или проверка глазами, что очень сложно и практически нереально. Или автоматизированные проверки. Сейчас появляется все больше и больше, я говорил про эту угрозу соплайн-чейна, инструментов, скриптов каких-то простых, даже больших сложных инструментов по анализу, которые, во-первых, могут искать прямо в коде какие-то проблемы. В том числе здесь можно какие-то САСТ-решения применять. И есть также возможность сверяться с какими-то списками, в которых упоминаются баги, проблемы в разных версиях программного обеспечения, какие-то злонамеренные кусочки кода. Я вначале об этом говорил. Есть разные фиды, на которые можно подписываться, эти фиды использовать для того, чтобы сопоставлять со своими версиями библиотек, каких-то, и понимать, вот это уязвим или нет. Это уже вопрос патч-менеджмента там достаточно серьезный поднимается. То есть статическим комплексом анализа, допустим, нельзя взять какое-то опенсорсное решение, этим статическим анализом проверить и перевести его в ряд доверительных? Ну, всегда будет оставаться какой-то процент, какая-то вероятность, которая нам будет мешать полностью быть уверенным в этом коде. Просто объем кода такой большой, а сложность вот этих эвристик, которые могут что-то о нем сказать, так велика, что гарантии, они не супервысокие, не очень высокие. А у тебя на памяти были какие-то случаи, может быть, самые запоминающиеся какой-то случаи, когда недостаток внимания к исходному коду приводил к каким-то серьезным базовым блок-аутам или проблемам? Да, проблемы такие достаточно часто встречаются. И благо у нас достаточно хорошие quality gate, и мы пока проходим путь до релиза продукта, особенно там, когда шильдик стоит на нем кибериммунное решение, там достаточно высокие уже гарантии. И к этому моменту вполне себе в разработке могут встречаться случаи, когда какая-то библиотека там с багой была затащена, и к моменту релиза ее исправили. Или там выпустили какой-то патч срочное обновление, которое эту багу закрывает. Ну, а вообще в мире программного обеспечения очень много проблем, да, когда там случалось, серьезных, которые и в финансовом плане влияли, и, может быть, на здоровье людей влияли, когда какая-то бага в код закрадывалась. Вот известный случай, достаточно старый, правда, в средстве для лучевой терапии, там использовался радиоактивный изотоп, что, в принципе, достаточно опасная история. Был программный дефект, и не было аппаратного ограничения, которое использовалось до этого раньше. Этот программный дефект приводил к тому, что дозировка вот этого излучения, которое пациент получал, была несовместима с жизнью. И, к сожалению, вот такие ошибки, они не раз встречались в истории. Вот, программного обеспечения, аппаратного обеспечения. И пока человечество полноценно не научилось с этим бороться, да. Единственный способ, как с этим бороться, это формальная верификация. Ну и в формальной верификации есть свои проблемы. Например, как, когда мы доказали, что код полностью соответствует спецификации, когда доказали, что спецификацию человек создал корректно. Ведь человек, это все-таки не машина, он может ошибаться, уставать, и даже с спецификацией могут быть проблемы. То есть, вообще говоря, стопроцентной уверенности нет ни в чем. Но мы на то и как бы здесь сидим, для того, чтобы развивать индустрию, толкать ее вперед и по симптоте приближаться к этому идеальному состоянию. Я надеюсь, что мы многое здесь сделаем. И уже многое сделали. Возвращаясь к аппаратному обеспечению, вот к уже ставшей достаточно обыденной культуре DevOps, сейчас активно прибавляется вставочка такая security, то есть DevSecOps. Можешь поподробнее рассказать, какие преимущества это дает, как эта культура вообще строится, какие-то базовые принципы, примеры? Да, постараюсь поделиться. Должен сразу честно сказать, что в рамках нашего проекта оно еще не везде проникло. Ну и там есть свои особенности просто проекта, течение проекта, из которых там не все практики применимы полноценно. Но мы стараемся развиваться в направлении. DevSecOps, оно расширяет понятие DevOps. Что такое DevOps до начала? Может быть, не все в курсе или не все правильно понимают. Я когда-то своего друга спросил давно, когда эта история стала только педалироваться, стала популярной, что такое DevOps, кто это такой? Он сказал, это не кто это такой, это не человек, а процесс. Да, есть специалисты DevOps и DevSecOps. Но на деле это специалисты, которые двигают внутри какой-то организации целый процесс, целый подход, методологию, майнсет, как вообще жить в организации. Вот. Традиционный подход к разработке таков, что мы об операционной поддержке или о безопасности в случае DevSecOps задумываемся где-то в конце. Обычно что-то разрабатываем, делаем, делаем, потом понимаем, что, оказывается, здесь надо еще какой-то патч-менеджмент, оказывается, надо релиз не один выпустить, а их периодически обновлять, выкатывать. Оказывается, надо, чтобы качество релизов было приемлемое, и в самый последний момент не получается это все исправить. и с безопасностью такая же история. Как с этим быть? Ну, в свое время подумали, решили, что операционную поддержку и теперь, значит, безопасность надо размазать по обе стороны. Shift-left и shift-right. В первом случае сделать так, чтобы на стадии планирования проекта какого-то, анализа требований, разработки архитектуры, разработки кода, тестирования и так далее, на всех этих стадиях специалисты, в том числе разработчики, делали что-то для безопасности, делали что-то для операционной поддержки. Shift-right в чем заключается? Он заключается в том, что и после того, как мы выпустили продукт еще долгое время, его жизненный цикл не заканчивается. С ним что-то происходит, он обновляется, мы собираем какие-то сведения о нем, прилетают баги, какие-то новые истории возникают в мире, на которые надо реагировать и адаптировать продукт. Соответственно, и вещи, связанные с безопасностью, они продолжаются в этом направлении, и вещи, связанные с саппортом. Значит, в чем заключается история вот этой культуры, в том, что каждый участвующий в разработке, будь то архитектор, аналитик, девелопер, тестер и так далее, он должен в рамках этой парадигмы задумываться и делать что-то для безопасности и для качественной операционной поддержки. Что значит, он должен задумываться? Это значит, что компания вкладывается в образование людей. Рассказывает, например, в случае DevSecOps о безопасных методологиях разработки, о инструментах, которые могут разработчики применять и так далее. Разработчики, общаясь с DevSecOps инженерами, специальными людьми, которые наняты на позиции больше прооперационную часть, они с ними взаимодействуют таким образом, чтобы многие рутинные операции по проверке безопасности на каждом из этих этапов автоматизировались. Разработчики, каждый раз, выкладывая свои изменения, где-нибудь в CI прогоняют наборы Sust-Dust-тестов. Они могут у себя на своих машинах что-то прогонять, использовать для того, чтобы разгрузить сервера. Не всегда там есть возможность прогнать все, что мы хотим, потому что просто серверов в мире не хватит, чтобы все проверить. Плюс сложность обычно такая экспоненциальная, и невозможно все-все-все-все сразу проверить по всем путям. Иногда разработчик должен перед выкладами что-то сделать. Это изменения в отношении, в культуре. Каждый начинает задумываться о безопасности, каждый начинает разрабатывать архитектуру и, создавая код, думать, как этот код будет влиять. на безопасность, на поддержку. И в конечном итоге разработка становится не линейной, а она такая с циклами. Каждый с каждым начинает взаимодействовать на разных этапах и улучшать систему в целом, начиная от самых ранних, от закладывания каких-то требований. Девопс и девсекопс специалисты – это, конечно же, люди. Но это люди, которые как раз этот процесс и методологию насаждают, которые занимаются автоматизациями, поддержкой разных систем, там, CI того же, каких-то средств анализа. И в целом, там, девопс от девсекопса, наверное, инженеры будут отличаться в том числе неплохим пониманием теоретического ИБ. Наверное, так. Как мы успели понять, разработка на C и C++ на таких небезопасных языках – это непростое дело. И для того, чтобы все эти нюансы разузнать, понять их и начать как-то с ними жить в гармонии, там, с undefined behavior или с возможностью насажать каких-нибудь багов, vulnerability, чтобы со всем этим разобраться, надо достаточно долго и упорно работать над собой, развиваться, становиться все более и более сеньорным. И, вообще говоря, это достаточно востребованная история про разработку на этих языках. Очень большие кодовые базы существуют в многих компаниях, в том числе в лаборатории Касперского. Мы точно знаем, как безопасно разрабатывать на C и C++. Если знаете вы, приходите к нам, у нас всегда найдутся интересные проекты. Более того, мы не просто держим вакансии на какие-то отдельные проекты, у нас целый стрим, набора новых кандидатов на C++ в вакансии. Если вы не проходите в какой-то один проект, то можете пройти в следующий и еще в один. Всегда есть возможность попытать счастье в разные, в целую плеяду, в целый скоб проектов. Поэтому приходите, становитесь нашими коллегами, нашими соратниками. Мы вас ждем. Сергей, в продолжении темы наших современных реалий, насколько, допустим, искусственный интеллект может быть причастен к безопасности или, наоборот, потенциально использован для атак на системы? Есть ли какие-то примеры, может быть, что-то появилось в последнее время? Ну, мне кажется, все говорят сейчас о достаточно таких продвинутых нейросетях, например, от ChatGPT или о каких-нибудь диффузионных сетях вроде Stable Diffusion. Я вот поделюсь наблюдением. Из области езжу в офис и в том числе, значит, на автобусе до метро добираюсь и в автобусе постоянно кто-то что-то такое обсуждает. Вот два раза сталкивался с тем, что ребята обсуждали о ChatGPT, как здорово, как необычно с ним общаться. Это действительно прорыв. То есть такие большие модели, сложные, они показывают, что они уже достаточно интеллектуальны для того, чтобы выполнять какую-то работу, которую выполняют люди. Если мы говорим там про, например, написание какого-то текста в определенном стиле, это уже может сделать ChatGPT, по заказу. И будет трудно отличить это от живого человека, а иногда даже будет казаться, что он лучше справился, чем среднестатистический специалист. И вот про угрозы, например, даже используя обычный ChatGPT, просто доступ к нему, вот тестовые, которые мы можем получить, можно уже делать что-то вредоносное. Ну, например, мы можем попробовать, это я пытаюсь проанализировать со стороны антагониста, как бы все дело происходило, что мы можем сделать. Можем попробовать использовать ChatGPT для того, чтобы он сочинил для нас фишинговое сообщение, которое мы потом пользователю пошлем. Причем, как обычно определяется фишинг, вам приходит какое-то письмо, в этом письме с ошибками кто-то пишет про то, что он получил наследство в Африке и хочет, чтобы вы помогли ему легализовать эти деньги за какой-то процент. Это достаточно легко понять, что этот человек пытается нас обмануть. ChatGPT поможет написать убедительное сообщение, в котором не будет ошибок, возможно, он пытается подстроиться по стилистике под таргет, под того человека, которому мы пишем сообщение. Возможно, он сможет даже помочь нам подсказать какие-то моменты, которые только этому человеку или только этой категории людей и будет понятны. Для этого уже можно использовать. Можно использовать ChatGPT как такую интеллектуальную поисковую систему, позволяющую получить данные об организации. Если мы там вспомним Кевина Митника и его подходы к атаке с помощью социальной инженерии, мы можем понять, что получение каких-то начальных данных, имен руководителей, названий каких-то переговорок, может быть, внутренней структуры компании, даже если не вся эта информация закрытая, может помочь сделать атаку социального инженера более убедительной. И в этом плане, конечно, такие нейросети, такие большие модели очень сильно помогают злоумышленникам. И я знаю, уже сейчас пользуются для того, чтобы составлять фишинговые письма или для того, чтобы даже код некоторые ChatGPT могут писать, прошу прощения, код могут писать некоторые нейросети подобные. То есть есть и ChatGPT может, и есть Капайлот, который тоже пишет код, используя знания о open-source проектах различных. То есть, в принципе, ничего не мешает нам пытаться зловредно писать, сгенерировать на основе его знаний. Ну и разработчик, понимая, как код устроен, может подправить вот этот шаблон и сделать из него нечто, что можно использовать для проведения атаки. Теперь по поводу оборонения, не наступления, а того, как обороняться. Первая понятная история, что большие модели, они, как и человек, могут погружаться в код и что-то из него вытащить. Вообще нейросеть — это классификатор. Классификаторов существует достаточно много разных, но на базе нейросетей это, по сути, тоже классификатор, просто очень сложный. И классификатор нам позволяет понять, вот, например, этот код опасный, а этот безопасный, по каким-то критериям. Мы его обучили, показали много опасного, много безопасного, и он теперь может нам в большинстве случаев сказать, на что больше похоже. Почему не применять нейросети для этого? Конечно же, можно. Да, там будут ошибки. Тоже чат GPT может присочинить, потому что это все-таки какой-то большой массив информации, который просто в виде весов существует в нейросети, и понятное дело, что она не знает наверняка. Это просто какой-то вот такой сложной структуры с эмержентным поведением. Мы не можем ей полноценно доверять, но если будем проверять, например, мы будем получать сообщение о том, что этот код потенциально опасен. Значит, его можно просмотреть глазами или посмотреть какими-то другими тулами. И это даст нам возможность дополнительно получить какие-то, может быть, дополнительно увидеть какие-то проблемы, которые вы не увидели бы другими средствами. Еще такой момент. Как можно противодействовать злоумышленникам? Мы противодействуем злоумышленникам не только с помощью каких-то средств наложенной защиты, с помощью XDR-средств или еще чего-то. Мы также, как специалисты по информационной безопасности, должны анализировать угрозы, риски, постоянно следить за состоянием того, что происходит в индустрии, погружаться в даркнет и смотреть за работы группировок. Если мы посмотрим на все топовые компании в области безопасности, они следят за злоумышленниками, они составляют какой-то портрет разных хакерских групп, как они работают, с кем контактируют, в каких странах засветились, сколько стоят услуги на черном рынке, как ими воспользоваться, какие пути традиционные есть. Даже есть обзоры вакансий на черном рынке. И скажу, что в даркнете можно найти вакансии даже с отпуском и компенсацией больничных и так далее, с достаточно неплохим заработком. Вот эта вся аналитика, это большая сложная история, и каждая компания, в том числе лаборатория Касперского, имеет внутренние продукты, которые используются для сбора этой статистики, для анализа больших объемов данных, для того, чтобы просто как-то эту информацию кластеризовать и правильно показывать специалистам. И нейросети, подобные чат-GPT, которые умеют работать с текстом, связанно как-то отвечать на вопросы, могут быть такими средствами поиска информации, даже в том виде, в котором они сейчас обучены, они обучены на достаточно большом объеме данных, и даже там могут быть данные, например, о работе хакерских группировок или о чем-то подобном. А если мы сможем обучать такие нейросети сами на каких-то своих собственных данных, то это получится полноценный оракул, с которым можно общаться, и он будет отвечать нам на вопросы. И может быть даже строить какие-то взаимосвязи, которые непонятны человеку с первого взгляда. То есть человек этого не видит. Как вот мы представим, если это какой-нибудь детективный фильм, где человек-детектив или какой-нибудь там полицейский на большой доске развешивает фотографии, потом красной нитью пытается соединять какие-то знакомые ему факты, да, вот, возможно, эту работу могла бы делать и нейросеть или что-то ей подобное. Ну, это пока такое какое-то визионерство, да, но мне кажется, мы все туда идем, двигаемся в том направлении. Очень интересная концепция запуска нейросети в Даркнет. Воображение сразу начинает рисовать какие-то очень специфические картины, ровно как те примеры, которые сама нейросеть рисует. Смотри, вот ты сказал, что можно использовать искусственный интеллект как предварительный этап исследования кода для того, чтобы затем его мог посмотреть человек, допустим. А какие преимущества есть вот у человека и когда, в каких ситуациях, возможно, каких-то специфических, без человека не обойтись? Есть ли такие ситуации? Ну, это большинство ситуаций. К сожалению, сейчас мы человеку доверяем больше, чем машине. Ну, это просто так заложено, так человеческое общество построено. Если машина выполняет какие-то простые операции, ну, мы ей можем доверять. Даже, возможно, больше, чем человеку, потому что ошибок она делает меньше. Но в таких вещах, как анализ кода, к сожалению, машине, особенно если она недетерминированно ведет, доверять сложнее, чем человеку. Детерминированный анализ – это какой? Мы знаем простой алгоритм, встретили А, получили Б. Здесь мы можем вполне доказать, что этот алгоритм всегда корректен и начать доверять машине. Но нейросети – недетерминированные вещи. То есть, если мы попытаемся понять, как работать нейросети, вот задать вопрос, как работает нейросеть специалисту? Например, там, тот же Stable Diffusion, как работают диффузионные сети, генерирующие картинки. И специалист скажет, ну, там все понятно. То есть, здесь вот нейросети, обученная на том, чтобы зашубленную картинку в незашубленную превращать. А здесь вот в pipeline есть кусочек, который использует имбеддинги, там, специальные векторы признаков, которые позволяют нам взять и картинку в нужное направление начать изменять. И так далее, и так далее. И вот он вроде рассказывает, что все понятно, и здесь понятно, и здесь понятно. Но если мы возьмем само слово нейросеть и посмотрим на нее, со стороны, как она устроена, на деле мы увидим, что это достаточно простая по своей сути вещь с простой структурой. То есть, это много слоев перцептронов, таких простых моделек, которые имеют входы и выходы. И есть некоторая функция, по сути там, которая преобразует входы и выходы. И веса, которые влияют на то, активируется этот перцептрон или не активируется. Ну и, собственно, сеть из этих маленьких штучек, вот, она как обучается? Мы просто там по-хорошему даем некоторый вход, смотрим на выход. Выход нас устраивает. Мы тогда радуемся и тюнем там веса, вот или оставляем их такими же, или там чуть-чуть подтюниваем. Если не устраивает, мы считаем, насколько нас не устраивает, и меняем веса в нужном направлении. Вот. И это, собственно, всё. Понятно, что я там сильно упростил, но процесс обучения выглядит так. То есть, нейросеть обучается, и то, как она внутри устроена, распределение этих весов, мы не знаем вот в каждом нейрончике, на что влияет конкретный вес. Что это там? Цвет пикселя какой-то или там еще что-то. Мы понимаем только вот это эмерджентное состояние в сумме, как оно работает. А как внутри вот эти мелкие детальки работают, мы не представляем. Мы знаем только общие принципы. Ну, как, собственно, и обучение там мозга, какого-нибудь живого существа. Непонятно, как оно в детальках устроено. Но в целом представляем. Вот. Поэтому я уже говорил, что нейросеть может там использовать много разных фактов, которые знает, и историю, по сути, да выдумать. Она будет не оригинальной историей, там никак в гугле набрали, нашли статью, и там рассказано про то, не знаю, когда родился какой-то там музыкальный исполнитель. Вот. Она может да выдумать и составить это из нескольких разных фактов, просто потому, что так веса сложились, так ее обучили. Есть проблемы с обучением, там, типа переобучения или какими-то другими вещами, которые приводят к некорректным результатам. То есть не надо считать, что это детерминированная вещь, она абсолютно недетерминированная, хотя и дает положительные результаты в большинстве случаев. Поэтому здесь человеку надо доверять больше. У человека много сковывающих факторов, которые не дают ему ошибаться намеренно. То есть он может состоять в какой-то организации, работать где-то. И понятное дело, что если он намерен что-то нехорошее сделает или будет часто ошибаться, там, будут к нему какие-то санкции применены. Не знаю, он может быть сдерживаем какими-то моральными принципами и так далее. В машине все равно она ошиблась и ошиблась. Но вот, к сожалению, без человека пока не обойтись. И люди, которые будут проверять за нейросетевыми какими-то решениями или, может быть, обслуживать их как-то и правильно тюнить, они всегда нужны будут. Ну и в том числе, если мы аудитом кода занимаемся. То есть, несмотря на пресловутый человеческий фактор, все-таки человек на данный момент и, наверное, в ближайшем недалеком будущем все-таки остается в приоритете. Что оставляет нам, в общем-то, надежду, что мы как homo sapiens еще этому миру пригодимся. Пригодимся, точно. Это был подкаст «Чистый код». Всем пока.